Дорогие друзья, мы начинаем наш очередной урок в понедельной главе Торы Пенхаз. И теперь Тора приступает к дочерям Славхада. Написано, что подошли к дочери Славхада, и он сын Кефера, он сын Гелиада, а он сын Махира, а он сын Минаше, и он сын Йосифа. Подошли они к Маше и сказали, отчего мы можем потерять удел, который дан отцу нашему Славхаду в земле Израиля? Как же нам быть? Не от того ли, что у нас нет брата, а наш отец не был в сборище караха, бунтовавшего против Всевышнего? Почему же не будет дан нам удел? И Маше задумался, потому что он не знал ответа на этот вопрос. И пришлось спрашивать в очередной раз у Всевышнего. Такие уже у него были в ситуации. Он не знал, что делать с человеком, который собирал дрова в субботу. Как поступить в той ситуации? Тоже Всевышнему отвечал, что этот человек должен быть наказан, он должен был умереть, и он умирает. И Раби Акива говорит, что он умирает за то, что очень хотел, чтобы мы соблюдали субботу. Он свою жизнь так отдал. Он собирал дрова намеренно. В Торе сказано, кто дерзко нарушит заповедь, тот будет при этом смерти. И тут описана эта ситуация. Он собирает дрова в субботу. Его предупреждали. Он собирает дальше. Он идет от одного колена к другому. Все говорят, сегодня святая суббота, нельзя собирать. Так обошел все 12 колен. И Маше не знает, что с ним делать. Он обращается ко Всевышнему. Говорит, он должен умереть. Вот такая страшная ситуация. И пришлось Маше поступить человеком. Но цель у него была благородная. Хотел таким методом показать святость субботы. И Раби Акива говорит, он открывает нам имя. Тора не открывает имени осквернителя субботы. Но Раби Акива говорит, что осквернителем шаббата был Славхад. Мы можем заключить это из фразы, которую говорят впоследствии Бэминбар 27.3, дочери Славхада Маше. Отец наш умер в пустыне за свой грех. А не из-за греха лазутчиков. Маше говорит Всевышнему, что мне в этой ситуации делать. Всевышний говорит, справедливо говоря, дочери Славхада. В данной ситуации они могут стать женами только представителей своего колена. Нехорошо, чтобы земля переходила от колена к колену. Потому что если бы они вышли замуж за человека из другого колена, то земля, заповеданная ихнему отцу, перешла бы в другое колено. Они имели право, конечно, выходить замуж, но они не могут выйти. Уже возраст только раз 40-летних женщин. Они не могут поэтому выйти замуж. Этот вопрос очень больной. Они не знают, как поступить. Они переживают за отца, которого уже нет. И поэтому написано, что стали дочери Славхада с женами сыновей дядей своих. И так это разрешилась эта ситуация. Были ситуации, когда Маше не мог определить, как поступить с человеком. Человек осквернял имя Всевышнего. У нас есть человек, который был сыном египтянина. Он же сын израильтянки. И он поссорился в стане с израильтянином. И он говорил, что я хочу поставить здесь свой шатер на территории колена Дана. А тот израильтянин сказал, ты не из колена Дана. Говорит, у меня мать из колена Дана. Он говорит, нет, колено по отцу. Он действительно был сыном египтянина. И после этого ссорились они. И он осквернял имя. Маше не знает, что делать. Обращаясь к Славхову, Всевышнему. Всевышний говорит, что он должен быть наказан суровой смертью. Вывести заставленный, забить камнями. Чтобы другим не было неповадно в такой ситуации. Были ситуации и другие. Были ситуации, когда Маше не знал, что говорить. С людьми, которые говорят, мы хотим принести жертвы Песах. Но мы нечисты, не по своей вине. Мы получается нечисты. И получается, что все приносят жертвы Песах. А мы не можем. Как же нам быть? Наши мудрецы говорят, это те люди, которые носили гроб Йосифа в пустыне. Маше не знает. Он спрашивает у Всевышнего. Всевышний говорит, кто по каким-то обстоятельствам уважителя не мог принести жертву Песах. Он был в дальней дороге, или вышел из тюрьмы, или был в море. В общем, ситуация, которая непредвиденная. Ситуация, которая с человека не всегда зависит. Всевышний сказал, что вы можете отпраздновать тогда, даже должны, в Песахшине. Он будет не 14-го, не Санна, а 14-го и Яра. Вот такой ответ Всевышний дал. Были ситуации, где Маше переживает, куда делось небольшое количество серебра. Он нашел, где делось все серебро. Ну, не может найти серебро. Тоже уже начали говорить Датаны и Верам, осквернители. Говорили эти ребята, что у Маше шея стало толще. И Маше не знал, что случилось. Всевышний ему открыл эту тайну. Говорит, вы же потратили это серебро на нити. То есть Маше посчитал подножие, все вот эти тяжелые предметы храма посчитал. А нити не учел, которым обвили столбы, которые стоят вокруг храма. Забор храма. Так и нашлось-то серебро. То есть были ситуации, когда в Маше были какие-то вопросы. А на сегодня наш урок заканчивается. Еще хочется сказать, что рабе Акива услышал от Бенбетера. Рабе Игуда Бенбетера. Он ему сказал, что Акива в рядущем ты будешь призван к ответу за раскрытие имени этого осквернителя. Если им был Славхад. Если им в самом деле был Славхад, то ты наказан будешь за то, что открыл его имя, которое Тора утаила. Если же им был другой человек, то ты получишь наказание за то, что опорочил имя праведника Славхада. Несмотря на это, Рабе Акива решил, что ему все-таки можно обнародовать имя осквернителя Славхада. Ибо побуждения этого человека были во имя небес. Потому что мы говорили, что он это делал ради того, что мы не нарушали субботу. Урок был дан за поднятие души Яков Беннахум, Владимир Бен Григорий, Павел Бен Ефим, Хай Малка Бат Йосим, Мира Бат Аврагам, Роза Бат Михаэль, Самуил Бен Герш, Памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, За здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен Эсхак, Борис Бен Мария, Амман Абат Ривка, Парина Перл Бат Сони Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Мириан, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосим Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Леор Бен Клара, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Мазван Парнаца Сгула, Ирина Батури, Арон Ария Бен Ри, За хороший дух Арон Ария Бен Двойра, Денис Бен Нахум, Авигайл Бат Сара, Парнаца и Брюд, Владир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, всем браха, парнаса, кавана, делитесь этим видео, мазал то, что мы это время не грешили, изучали Тору, до следующей встречи, которая состоится, блин Эдер, завтра, в это же время, до встречи.